Усадьба Тайны Рублёва собрала на торжественном вечере выдающихся и интересных людей из разных индустрий. На международном ежегодном бизнес-форме и премии Fair Business Awards собрались звезды шоу-бизнеса, бьюти-индустрии, известные рестораторы, представители СМИ и не только. Я только что приехала, тоже ехала из-за города, но добралась нормально, но в целом вечер пока что начинается очень так душевно, мне очень нравятся локации, очень нравится место, здесь потрясающий воздух, потрясающая атмосфера, всё так красиво организовано. Я впервые на этой премии, мне очень приятно, что меня пригласили, спасибо вам огромное. Сегодня выступит пара моих артистов и мне правда очень интересно, как сегодня всё у нас пройдёт, но я думаю, что всё будет хорошо, потому что всё позитивно, с виду всё хорошо. Премию «Лучший телеканал Подмосковья» получил телеканал ОТВ. Руководство компании отметило, что это ценные награды и доказательства, что изменения, происходящие на Одинцовском телевидении не остались незамеченными. Появляются новые телепроекты, появляются новые лица канала и хочется надеяться, что на этом мы, конечно же, не остановимся, будем двигаться всё вперёд-вперёд и это всё в том числе создаёт имидж телеканала и, конечно же, вот тот факт, что нас сегодня выдвигают на премию, что мы номинированы на премию «Фэйр Бизнес Ворс», поэтому это прямо очень круто. Ещё до нашей маленькой победы. Ситуация последних лет в связи с пандемией и санкционной политикой только дала толчок для развития отечественного предпринимательства. Своим опытом в этой области поделились известные спикеры. Среди них владелец одной из крупнейших сетей ресторанов в России. «Нам помогли, как ни странно и ни смешно, закрытые границы. Наши россияне, наши гости остались у нас в ресторанах, они никуда не уезжают. И рестораны за счёт этого очень неплохо работают». На вечере собрались не только опытные, но и юные таланты. Молодая певица и восходящая звезда Ксюша Антонова выступила с релизом своей песни «Только мой». «Только мой» – это история любви, которая была написана моим бабой очень много лет назад. И сегодня я представлю её в новом цвете. «Только мой» действительно завладел сердцами гостей. Заветную статуэтку и грамоту Ксюша получила за номинацию «Лучшая песня о любви». А вот другую певицу Ирину Ортман наградили необычным титулом – «Женщина года» и «Жена офицера». «Немножко была шокирована. Чтобы называться «Женщиной года», наверное, надо много сделать для этого. Ну, через дефис написано «Жена офицера». И тут я выдохнула, потому что всё это правда, я жена офицера. Наверное, я «Женщина года», для своего мужа так это точно. Многие в этой премии участвуют впервые. Для артистов она имеет большое значение, убеждён Вадим Антонов. «Жизнь продолжается, что творчество вне политики, что музыка вне политики и что, несмотря ни на что, мы находим время встречаться и радовать друг друга. Это важно». Бизнес-форум и премия 2022 удался. Об этом говорят счастливые лица артистов. «Мне кажется, премия получилась просто волшебной. И следующая премия у нас будет на Новый год. Это будет что-то фееричное и супербомбическое. Мы вас с радостью ждём к нам на нашу премию следующую». Дальше больше делится организатор мероприятия. С главной целью выявить самых достойных бизнесменов в разных индустриях. Они справились.